Уважение. Наконец-то проявил уважение к этому замечательному герою. Также вот из интересных банов это именно Никс и Скорпион. Вот такой сетап. То есть у нас уже есть Дизераптор, там Нага, Умнинайт, Брилмастер. Куча героев, которые обычно заезжают. Разор, Гирокоптер. И будет из чего выбрать. Уже точно это мы видим. Потому что бан Никса это вот что-то запредельное. Это Респект Ньюби, который очень круто... У них КК, да, исполняет. Да, круто играет КК на 4-й позиции. И Никс вот на 4-й позиции закрывает слишком много персонажей. То есть такие герои, как ОД, такие герои, как Квинув, Пейн, Инвокер, страдают против Моноберна. Вот, соответственно, возможно, Пупей хочет взять что-нибудь похожее, раз уж он банит его. Возможно. Посмотрим. То есть или идея какая-нибудь, знаешь, там, Перкунка, Мид, которого много уже тренирует. Мидван. Мидван, да. И как раз-таки за счет Карапасов он слишком хорошо наказывает этого самого Кунка. Может быть, они и поэтому планируют его в первой стадии отправить бан. И сейчас вот Пупейн начнет удивлять. Ну и плюс всегда, вот меня еще посещала мысль о том, что некоторые команды, вот если они имеют второй пик, возможно, они не хотят банить самых сильных героев, только потому что им может достаться, допустим, два героя из трех. Ну да. Такое тоже иногда было. Вполне, вполне. Ну уже близкая развязка. Первая стадия банов почти закончилась. Каково вообще, кстати, вот это вот третьего бана в первой фазе? Да и маловато. Надо четыре, пять. Надо больше, да. Ну мы же, знаешь, например, я не буду говорить, какой игре, но другой игре, за которую... Ими, которые нельзя произносить. Там что-то говорится. Что-то там вообще... Офф. Да, да, да. Непонятно. Так вот, там, по-моему, один бан, по-моему, в первой фазе, если не ошибаюсь. Ну, в общем, очень мало. Там за финал, может быть, три фрага сделаны. Это да. Я, как говорится, этот. А так ты знаешь, о каком игре говоришь? Я догадываюсь, да. Мы догадываемся. Мы недавно с Виталием Волочаем смотрели чемпионат мира. Там была 40 минута, падал трон, и счет был 5-3. И это еще было очень динамично. Это еще повезло, да. Это еще повезло. Это там, где Фейкер один раз умер, и на этом стал АГГ, он проиграл весь WorldChip. Титлый, который, но он аналитики сидит на ведущем обычно. Тот самый. Окей, хорошо. Там уехал Разор в бан, все же. Ого. И о нем вспомнили. Да. И появилась Туджунага для Ньюды. Это то, чем они играли весь прошлый патч, прошлый турнир. То есть, на самом деле, сигнатурный герой первый уже в копилку отправляется. Это для Сигретов не очень хорошо. Но Зая Пупея, это вот, возможно, включился тот самый Переконтрим. Зачем банить? Есть у него такая вот функция, скажем, в голове. Пока он просто своровал тех героев, которые замечательно сочетаются с Нагой. Энигма, Джекирос, там есть еще кого докинуть. На самом деле, это не ключевые персонажи, и комбинацию под сон пока прерывать нечем. Раньше-то только он вверх возьмет, то еще что-то. На самом деле, хотя бы Дезраптора не отдали под Нагу. Было бы крайне печально, если бы они его отдали. Такое же проходило, помнишь? По-моему, как раз на Катовице это происходило. То есть, Нага первым пиком, потом фаза банов прошла вторая, и все еще его не забрали, не забанили, и просто под Нагу забирают Дезраптора на второй фазе пиков. Там еще где-то вот в одном из этих пиков, там еще и гирокоптера взяли, то ли на третий, то на четвертый пик, и команда просто снесла оппонента за сон. Это какая-то вещь была. Просто с Нагой крайне хорошо дефать. Хайграунд, например, тоже с этим что-то придется еще делать. Но что? Ну вот, есть ВД. ВД-герой очень хороший именно в этом патче, но с Нагой он сочетается средне. Из плюсов можно выделить то, что он может занять хорошую позицию, кинуть маледикт на героя, который находится в сетке, и издалека поставить Дезвард. Но лучше найти кого-то, кто сможет после сна всех накрыть станом. Ну, верю, то есть у них, поскольку ВД явно пятая позиция, то, возможно, появится какой-нибудь оффлейнер, там, Тэдхантер, ну, то есть чем они обычно играют, чтобы он хоть как-то что-то делал. Ну, либо надо добирать Джеки Роса, Энигму. Хотя, если так подумать, были игры у Ньюби, где была Соло Нага, и ничего под нее не добирали, а она пыталась именно комбинить через Миттерхаммер. Да, было. И ничего более. Я про то, что они не пытались забирать стан, и просто давали фарм. Ну, я к тому, что силы этого героя обычно раскрываются, если у нее в паре, допустим, есть Дезраптор или Джекира. Вот два лучших героя по данному персонажу. Все так. Они не упускают, ты просыпаешься, тебе уже грустно, Макропира горит. Так, ну и... Ну, пока призадумались. Я бы хотел Кунку увидеть от Мидвана. Против вот этих вот героев, там Нага, все вот эти иллюзии. Просто впрыгиваешь с Даггера. Шварг, минус ВД, бежишь дальше, перезаряжаешься, прыгаешь еще раз. Мне очень нравится Кунка против Дезраптора. Дезраптор нажимает на Глимс, ты даешь крест и союзишь с его союзника. Так, там стоит помнить, что еще многие команды вот не доделывают какой-нибудь мув, например, не допушивают там Т2, не добирают Рошана, потому что у них ХП кончается. И вот с Кунка ты можешь постоянно именно обузить тем, что герой просто делает ТП и тут же возвращается уже на фулах, прямо в драку. И обычно, если игра затягивается, Кунка вешает крест на свой кэрри, кэрри идет, бьет базу, его возвращают, и вот так вот легко можно обузить. Но обычно Кунка появляется ближе к интернешнлу. Вот обычно там он раскрывает всю свою мощь, там его команда берет почаще, а Дойн-то берет что-нибудь другое. Даже Латакера здесь нет ни в одной из команд. Я думаю, он постоянно бы залетал. Ну, я не знаю, просто Кунка такой герой, он чуть ли не в любую линию может стоять, то есть какой-то никакой реген есть, майн-реген есть, скиллы хорошие. С любым плюс один ты вроде как ходишь и убиваешь. Так, это Ибзор, скорее всего. Ну вот пока у Пупе драфт без сюрпризов. У него просто хорошие, надежные герои с отличным замесом 5 на 5. Но у него еще есть два пика, так что никогда не угадаешь, не появится ли какой-нибудь акс. Аналитика подъехала к нам в твиттер. Команда, безусловно, сильная. В общем, вот пока у Пупе такой супер сбалансированный драфт. Есть инициация, есть АОЕ, есть замечательный раскаст. Плюс отличные шансы в эдгейме. Потому что шейкер, дизраптор и герокоптор дают жару. Но если, например, у дизраптора Аганим, если у герокоптора 2-3 рапиры, как, допустим, были у Фриза, и если у шейкера есть все необходимые слоты. Да, но опять же, у них пока как это работает? То есть дизраптор не хочет на суп первом идти, ему бы кого-то закрыть. Шейкер не хочет, наверное, первым прыгать в кого-то, в кого-то бы ворваться, кого-то уже видишь, герокоптеру в целом бы, кулдаун бы в кого-то кинуть. И вот нужен опять... Нужен доброволец. Нужен доброволец, который пойдет. Герой для Фаты. И я просто вижу, что убирают во второй стадии нас андерлорда, добровольцев убирают, да, тэдхантера, и остался какой-нибудь там андерлорд. А ему вот против ВД, против ноги вайпер грустновато будет. Примерно на любой стадии игры, потому что вайпер таки расплевывает его очень хорошо, потому что ты вот сколько-то хвм снять можешь там за косты, и потом он не умирает, потому что у тебя не урон, нет у него какие-то гривцы. А вот вайпер как раз-таки это дело просто на корню подрубает. Да, ну и ко всем прочему, вайпер имеет хорошую магическую защиту. Вайпера очень трудно убить герокоптером, дизраптером и шайкером. И, соответственно, этим секретом нужно найти убойного дамагера с хорошим физическим уроном. Я знаю, вон Флетчера. Вон Флетчер, кстати, да. И к тому же он в первом стволом сейчас выращивается от прожекта атак любых, в том числе от скиллов. То есть, например, ультвайпера можно просто эвейдить. И, конечно, вайпер страйк. И ко всем прочему, он очень хорошо снайпит Вичдоктора. То есть ему очень легко занимать позицию. Наги очень трудно найти, Клинкса. Сетка Наги не проблема. То есть он просто стейд стреляет, и как бы ничего страшного. По идее, сетку тоже прожектают. И, скорее всего, ее с райфом тоже выйдешь. Я говорю, что даже если он попадет в сеточку, то он в любом случае стейд бьет, и как бы ничего страшного. И Клинкс вот именно в этом пике смотрел себя как классно. Вот это, кстати, уже куда лучше. Да, намного более точный подход. Так, и вот он Тинни. Вот Тинни. Ну, неплохо. То есть многие берут его как раз таки. Я надеюсь, что это вот... Доброволец. Что это не Геракоп Терми, Тинни в легкую и Легион Калас Пик. Я надеюсь, что Тинни оффлейн. Ну, если Тинни пойдет на легкую, то это провал. Потому что вайпер страйк, потому что сетка, потому что каски... Да, его здесь сейчас контрят. А так он бегает. То есть он в итоге будет в драке того же вещдок, например, выкидывать. И уже неплохой размет. Ты начинаешь, потому что Тинни там шумихин ведет. Опять же, всех подсветит. Ага. Ого. Да интересно. Серьезно. Кстати, Митяй, комбинация это неплохая. Тинни шейкер. Тинни прыгает, выкинул кого-нибудь. Побежал и шейкер перекрыл. Да, да. Например. Ну, или ты кидаешь шейкера и не надо бежать. Тоже в реале. Как бы все, ты уже победил. Ну, а так, интересный герой, потому что, опять же, у Геракоптера... Ключевая проблема до рапирного состояния, что у него урона именно вот злой героя. Да, не так и много даже при хороших слотах. Он именно вот бьет быстро, бьет по всем. Но вот это не ТБ, это не Морф и так далее. Вот ему не очень приятно. Тинни, кстати, не факт, что соберешься так много физухи. То есть, вообще, не факт, что он здесь будет... Не, он у Флейнер. Да, он у Флейнер хорошо смотрится. Я про то, что Андерлорд именно вот... И мало того, что подрезает эти 40%, он еще и в рамках игры против Геракоптера обычно пытается Кримсона выформить. И там совсем грустно тебе становится. Да. И обязательно нужен еще один кор. Вот у тебя будет теперь Тинни, который хоть что-то будет делать, Геракоптер. И нужен еще один. А Трор, по-моему, еще не в баню. И вот я просто сижу и пытаюсь придумать героя, который там против Вайпера постоит, который что-то сделает. Я не знаю, может быть, какой-нибудь, конечно, ОД. И заедет сюда. ОД хорошо смотрится. Да, но можно было бы, наверное, придумать еще кого-то. Кого? Ну, чистый урон смотрится оптимальнее всего, если против тебя играет Андерлорд. Просто может какой-то еще Тимбер. И пытаться как-то их там послапать. Теперь Дабл в мид Тимбер против Андерлорда соло. Как вариант. Хорошая идея. Или Бруда. Ну, ладно, против Андерлорда, да, не очень мне нравится. В рамках линии они, конечно, могут там побегать друг от друга, постоять-то нормально, там против того же Вайпера. Но что делать дальше? Нужно вспомнить Корлов. Я вот сейчас вспоминаю. Кстати, против Андерлорда-то Кунг тоже, ну ура. Ты платаешься улететь. А он дает крест. Да, и ты не улетаешь. Можно тебе подспорять важного героя. Как один из вариантов. Бруду, кстати, забавнее. Ну, тогда нужен Кунг Корр. Бруду забанили. Все-таки Ласпик, что у Сикрет. Подумали, что на всякий случай было бы неплохо не отдавать им такого. Ньюби тоже нужен Корр, который все это делал. Кантри, Тлайп Сиддлер в бане. Может, опять Луна? Честно говоря, мне очень нравится Клинкс, только потому, что у него много зеленого урона. Он хорошо стоит один. Ну, тут мало контроля. Он бегает, бегает, бегает. Если что, всегда может убежать. И он очень хорош против Вайпера и ВД. Два этих героя проигрывают. Но Ньюби еще не показали своего кора. И, соответственно, Сикреты будут отталкиваться от того, что будет у Ньюби. Еще по поводу Бонфлэша. Мне нравится в том плане, что нет героя типа какого-то, например, Скорпиона, который бы допрыгивал от цыплятова быстро. Здесь именно вот долго подходящие сюда герои. Ну, согласен. По линиям очень сильно все получается у Ньюби, тебе не кажется? Да, Луна, Эндерлорд и все остальное. Кстати, вот против Луны, опять же, Бонник это самый сочный персонаж. Он идет на дистанции и стреляет. Она пока идет, она уже умирает. Это вот как снайпер, только быстрее. А еще давайте, мы к Боннику совсем уже все слили. Давайте помимо Бонника. Это Феникс. Помнишь, про Пупея я тебе рассказывал? Что вот у него бывает. У него бывает, да. Это получается, скорее всего, еще и Феникс в сложную, а Тинникор. Ну да, 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 Тинникор. Короче, я бы поставил на Ньюби. Я тоже поставил на Ньюби. Окей, спасибо, друзья. Очень-очень быстро у нас все-таки драф получился. И предсказания тоже отдаем эту игру комментаторам. Работа для вас на этом матче будет НС вместе с Майл Штормом. Тим Сикрет. Но кто ожидал от них меньшего драфта Феникса, который не появлялся уже очень-очень долгое время? И, возможно, это вот попытка что-то изменить. Потому что, конечно, ну не самая была уверенная игра от Сикрета в групповой стадии. Ну, последние уже несколько турниров стабильно Сикрет берут странные пики. Они всегда берут странные пики. И мы привыкли ждать, но есть такая штука. Вот там, например, Сережу Ревенхов, в принципе, там же Лос сидит. Насколько я помню по историям, кто играл с Пупеем, что иногда Пупея, что называется, в Нави, скажем, когда они играли. Ну, те, кто как бы играл много, говорили, что, ну, что-то типа осаживали, знаешь. Ну, типа, Климент, давай без Фениксов, там какие-то советы как-то. А тут такое ощущение, что дали полный разгул, как бы. Еще раз ты сыграешь на Лесном Ликане, и я больше играть не буду. Ну, да-да-да-да, это же цитата Хвоста, он же говорил именно так, что еще раз вижу Лесного Ликана, и я как бы играть не буду. Говорил так. Ну, это с его слов, может быть, такого не было. Но вообще готов поверить, что, скорее всего, примерно так и было. А тут такое ощущение, что никто не перечит вообще, потому что каждый раз очень странно. Иногда работает, но чаще не работает. Как бы чаще не работает, это почти как Денди, который чаще выигрывает мид. Вот так же здесь чаще не работает, чем работает пока у Пупея. И действительно, этот пик выглядит немножко странным, хотя бы потому, хотя бы потому, что был ласт пик для Фаты в оффлейн-герой. Среди оффлейнеров можно придумать персонажа, и даже персонажей, которые могут как-то напрячь Луну, что на линии, что, может быть, еще более важно, все-таки где-то в мид-гейме и в лейт-гейме, особенно когда Луна купит БКБ. Ну, мне первое приходит на ум здесь неплохой вариант Легионка, скажем, в этом пике. Она уже была сегодня, кстати. Была, но там было не очень удачно. Здесь можно было намного лучше, мне кажется, впилить ее. Ну, там есть Бэтрайдер, есть Бестмастер, хотя бы я перечисляю такие стабильные станы через БКБ. А здесь же ничего не будет. И вот Феникс дает яйцо, скорее всего, его просто уничтожает Луна в БКБ вместе там с Вайпером и еще с персонажами. Я могу рассказать крутую комбинацию, которая мне пришла в голову. Как только Феникс вешает Супернову, Нага кастует Сон. Да, 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 да. И это более того, я тебе скажу, Супернова, Ультимейт Энигмы, Хронсфера Войда, как минимум вот эти три заклинания. Нага, когда не была столь популярна, могла быть пикнута против одного из этих трех героев просто как Контра. Вешается в яйцо, да, сразу дается Сон, и все просто упираются в это яйцо, разбивают его. И как здесь Фата будет играть? То есть ему нужно как-то, чтобы у Гирыча и у Тинни были БКБ. Ну, либо чтобы они как-то очень жестко задемировали линии. Повесить где-то в совсем недоступном месте, чтобы никто не мог против. Это очень тяжело, и не всегда есть такая возможность, конечно. А как выиграть линии? То есть, ну, как бы, это все не работает, когда ты линии выиграл, и тогда там противнику сложно. Ну, а как тут выиграть? У Ньюби очень сильные линии, как раз таки. Тут Ньюби должны выиграть линии. Ну, в общем, честно, я согласен с ребятами, что сидят в студии, что пик Ньюби пока выглядит намного более логично. Ну, я, честно говоря, примерно этого и ожидал, что Сикреты будут пытаться изобрести очередной какой-то велосипед, потому что они, опять же, так играют весь турнир. И иногда, к слову сказать, у них получается. Даже, как мы видим в большинстве случаев, учитывая, что они все-таки прошли Ньюби, говорил Фэйт. Недавно как раз вышло интервью, буквально, там, по-моему, в последний день групповой стадии, где Фэйт говорил, что после Гентинга, который Ньюби выиграли, к их игре команды нашли ключ, команда соперника, и, собственно говоря, они вот как-то не могут пока с этим справиться. Так что Ньюби тоже нужно хоть что-то поменять. Но мы видим опять Нагу, мы видим, в принципе, все того же Андерлорда. Вот появляется Луна, которая до этого не появлялась. Может быть, она как-то поможет Ньюби? Ну, мы видим, как минимум, что Ньюби взяли три баунтируна, что нынче немаловажно. Никто при этом не погиб. Да еще и Фениксу, в принципе, бесплатно разбили лицо, так что Фениксу придет сейчас лечиться. То есть, хороший уже старт для Ньюби. Мидуан. Ну, а как Мидуан здесь? То есть, нет, ну, ладно, Тинни, он все равно герой, который может стоять даже против Вайпера. Но, честно сказать, я уверен, FTC тут со временем так точно загоняет этого молодого человека. Да, очень тяжко подходить, только как-то с помощью вот этого дерева более-менее пытаться там размять. Ну, что-то пока удается добить. Но, конечно, с левелом Вайпер будет все сильнее. И снизу тоже бронебойная линия Нага-Сирена с кучей брони. Плотный Андерлорд, который будет с каждым левелом становиться все опаснее. И у которого куча и урона. Ведь не забываем, что если Андерлорда с линии не прогнать, он просто будет добивать крипов, то в какой-то момент он просто начнет с руки перебивать и Герокоптера, и Дизраптера за счет своей пассивки. А она, как видно, у него вкачана. Да, ну, кстати говоря, для Тинни в миде, хоть и фиксер не так, чтобы прям критичный, но вот когда ты стоишь в миде, все-таки то, что кулдаун на первых уровнях у Полена намного выше, как опасно заходит, это довольно сильно бьет все-таки по его возможностям. Да, тригрэп там один из основных сплот, чтобы добивать крипов хоть как-то, потому что подходить просто с руки дочковать против Вайпера тяжеловато. Ну вот кипи начинает набирать, вот он ласхитит уже 10-го крипа, и мы понимаем, что урон там сауры есть, с каждым добитым крипом, с каждым левелом этот урон все больше, плюс появится фаершторм, плюс есть нага, которая может срезать броню, ну вот посмотрите, как я, фаершторм, и кажется, этот ферзблат сейчас будет. Смотрим, эйс, да, ФБ, ФБ в исполнении этой жесткой линии, а тем временем загоняют фейта, неплохо, ебзор здесь с фатой разобрались, главное сейчас выжить. Первый моледикт его недостаточно. Ну я не уверен, что это неплохо, вот смотри, окей, забрали фраг, там, молодцы, все дела, аплодисменты им, но Луна фармит, Луна фармит очень хорошо, Герокоптер фармит очень плохо, и Герокоптер умирает, и что важнее, там, как-то напрячь саппорты, или все-таки же обеспечить фармсовому кору, то есть Ньюби справляются с тем, что Луна фармит, а сами секрет нет, мне кажется, лучше бы Шейкера они перетянули вниз, и хотя бы выгнали вот эту бронебойную терминаторскую линию, ну Шейкер бы помог, он бы помог, да? Ну конечно, конечно, ну слушай, у них есть урон, в крайнем мире был, знаешь, вот теперь, конечно, сложнее, после того, как ФБ отдали, тут появляются предметы из-за этого, естественно, и уровень, и с каждой минутой будет все сложнее прийти с какой-то пользой. Те не напоминают прошлую игру, где тоже был Шейкер, и в итоге, когда он пришел, там уже брюмастера просто было не остановить, здесь в чем-то похожей ситуация, может быть. Ну вот да, может быть и такая, ну то есть действительно можно немножко, да, отпустить, а более того, даже все наоборот, Нага сама приходит наверх. Ой, какие касочки неприятные, здесь под замедлением атаки Муги, но это, кажется, не спасет Фату, хотя прожимает стики, уходит и, скорее всего, выживет. А вот выживет ли обзор, он бежит за фейтом, получает бим, фейт, фейт просто отступает, слишком мало хп, и обзор выигрывает много времени, на самом деле, еще и пытается сделать тп, нет. Сетка, и фраг достанется Муге. Да, так и есть, а тем временем Эйс разбирается с Кейпи. Как-то получилось не очень здорово, потому что убивали Шейкера очень долго, а параллельно потеряли Андерлорда, Кейпи ошибся. Притом Андерлорд умер вот прям именно, вот прям здесь. Ну, Глимс, тут такой момент. Ну да, где-то тут он прям погиб, прям на линии. Ну, надо быть аккуратнее, все-таки, да, сильный герой, да, танковый, но у Сикрет много магического урона, и, естественно, этот магический урон полностью игнорирует все эти пассивки. Нет, я думаю, что, несмотря на то, что здесь вот такой вот солид пик, скажем так, твердый у команды Ньюби, здесь Сикреты будут бодаться и навязывать вот эту свою игру. Пошли кашечки, кашечки залетают, залетает сетка, но толку от этой сетки особо никакого нет. У Феникса нужно еще пробить, в итоге, да, Феникса здесь заберут, но сможет ли уйти КК? Нет, КК не уходит, Ебзор продолжает гнаться за фейтом, прогоняет его. Ну, в общем-то, размен получился один в один, продолжает дабла здесь терпеть, но муги от фарма, конечно, не отзонить никаким образом. Ну да, ну правда, все больше ресурсов Ньюби тратят, вот нагу перетянули, какие-то размены пошли, но главную задачу выполняют, действительно, луну фарм. Кстати, интересный момент, Тинни очень хорошо стоит на миде, ну, очевидно, Мидван все делает очень правильно. Полотенце одно, Мидвана, пожалуйста. Так, а здесь минус Феникс. Ну, здесь уже все проще и проще начинают разбираться, все-таки луна получает большой уровень, и все легче ей становится. Да, мид, ведь при тех исходных на верхней и нижней линии, что мы имеем, если бы сейчас Мидван залил мид, то можно было бы говорить о большом преимуществе Ньюби. Мидван мид не просто не залил, он его выиграл, причем выиграл неплохо так. Ну, чуть-чуть, ладно, чуть-чуть выиграл, но все равно. Да, несколько крипов, это по году не делать, но главное, что он просто очень, ну, как бы идет вровень, все четко, никаких там смертей или какой-то ерунды. Так, здесь кипи, а черная смерть. Вот Шейкер как раз-таки отлично перетянулся, ну и вообще игра по итогам очень равненькая у нас повсюду, отлично, отлично разбирается в команде. Если вначале Сикерт немножко, возможно, ошиблись с расстановкой лайнер, то потом они все вернули себе. Ну и, кстати говоря, луна против Герокоптера, ожидал я уже в прошлой игре. Ой-ой-ой, здесь бедный фат, но нажимает он Шрайн и выживет. Шрайн это полная контра Маледикту. Ну, он третьего уровня и субборта третьего уровня, а Фатов все-таки играет на Фениксе, ему хотелось бы, ну, хотелось бы побольше. Не будем забывать, что Фениксу убрали талант, который позволяет ему быстро расти, сделали талант такой, как бы здесь и сейчас, но учитывая на 15 уровне, да, 500 здоровья, учитывая, что Феникс-то за счет Суперновая во многом круто, эти 500 здоровья могут, ну, не так круто зайти, как хотелось бы. Хотя 500 здоровья на 15, там это много. Ну да, но там, в принципе-то, и альтернативный талант, он тоже, как бы, здравый, 60 урона от Fire Spirit. Тут еще надо подумать, что тебе более важно. Думаю, Spirit будут брать, скорее всего, в такой ситуации. Но, опять же, если пофантазировать, здесь пока что есть Трипл Си с дабл дамажем, вряд ли будет какой-то выход на него. Хотя 4 героя, может быть, даже с ДД зайдут, Шейкер, плохо. Плохая фиссура, все, прогнали, и обе команды разойдутся. Если пофантазировать о каком-то Суперлейте, Феникс, там, 25 уровня с каким-нибудь Аганимом, ну, мне кажется, он уже может, несмотря на Сон Наги Сирены, несмотря на вот таких вот героев, решать исходы тимфайтов. Просто до этого очень тяжело будет дожить. Ну, конечно. Если раньше был как раз-таки талант, притом талант был очень крепкий на опыт, то теперь таланта нет. И где взять 25 уровень без баунти-рун? Это должна быть очень долгая игра и постоянные победы в драках. Пупея тут загнали в лес, но не нашли его. И Пупея в итоге сам прогоняет ребят, правда умирает моментально. Прогнал. Он немножко сагрил все-таки на себя, то есть тут могут Мидван вместе с обзором как-то напасть, но они тоже боятся, понимают, что ничего хорошего не будет. Не отдать вышку. Просто не отдать вышку. Забрать эту катапульту. Катапульту забирают по итогам. Вышку отстояли. Дизраптор забран за счет ультимейта Луны. Я думаю, что плюс-минус даже секреты такому размену могут быть довольны. Хотя бы теперь ультимейта Луны нет. И вышки стоят. Это чуть потянет им еще игру. Им нужно здесь как минимум дожить в начале до Блинк Даггера на Мидване. Мы видели, насколько для Тини важен этот Блинк. Есть несколько ключевых, так скажем, моментов. Это ультимейт на Фениксе, безусловно. И Блинк на Мидване, да. Это уже можно будет сделать... А, и шестой уровень на Дизрапторе тоже почти обязательно. Вот как они получат вот эти вот три вещи, они могут начать более активно двигаться по карте. Эйс, эйс тут в соло. И разминулся немножко с Кейпи, но добьет его. Да, Кейпи забирает руну богатства. Правда, уйдет ли отсюда? Крип предательский, нужно заденайть его. О, боже мой. Ну, это просто жесть. Надо было заденайть Крипа, и шансов было бы гораздо больше. В итоге, правда, может разобраться с Нагой Сиреной. Да, должен разобраться. А, нет. Да ладно. Капелька. Капелька спасла. Заденайть Крипа. Вот просто заденайл бы Крипа, выжил бы. Возможно, даже убил одного из суппортов. Почему-то не догадался он до этого. Ну, насчет выжил, конечно, там не факт. Но забрал бы он точно Нагу. Хватило бы времени ему, пожалуй. Фата тем временем как раз-таки близится к шестому уровню. Фармит спаун. И Пупей должен тоже, по идее, приближаться к шестому потихонечку. Ему там оставили вроде как линию. Да, у него тоже уже пятый. Ну, да. В минуте так, к одиннадцать, будут два этих шестых левела. И смогут Сикреты выходить уже с какими-то попытками что-то сделать. Более глобально на карте. Хотя попытки есть и сейчас. Гирокоптер вместе с Тинни идут наверх. Возможно, даже они были там в смоке. Вот они тут, да, они тут до сих пор в смоке стоят. Там скан уже идет, и муги прячутся под вышку. Читают все. Очень грамотная игра. И сами ньюби в этот же момент выходят тоже на сложную линию. И посмотрим, так же грамотно сыграет Ябзор. Покат играет абсолютно так же. Грамотно, хорошая игра и от того и другого коллектива. Грамотное чтение, там, все, что происходит. Но муги-то ушел. А вот Ябзор, возможно, нет, успеет. Успеет тоже успел. Улететь. Ну и просто вышками разменяются, видимо. Да, нижнюю вышку здесь потихоньку начинает уже пинать Вайпер с Эндерлордом. Сверху у нас Гирыч. Шестой левел на Фениксе есть. Шестой левел на Дисрапторе подходит. Шекеру, конечно, шестой левел не то чтобы не нужен. Ему нужен скорее там Блинк и шестой, или даже лучше Блинк и двенадцатый. По-хорошему, до этого еще очень далеко. Это будет такой второй этап необходимых артефактов для команды Сикрет. Ну там уже можно говорить о всяких БКБ, это уже будет чуть позже. Кстати, интересный момент, сюда телепортировал Сандерлорд на оборону этой вышки, но каким-то немыслимым образом он дал вижен Дисраптору, Дисраптор его вернул обратно. В итоге хотели дефить здесь свою вышку Ньюби, но без Андерлорда это тяжеловато и возможно будут отдавать. Хотя два героя трутся здесь. Вот Муги ничего не боится? Да, Муги определенно стоило чего-то опасаться. Отличная комбинация, Тинни забрасывает, в итоге еще возвращают Фейт и ракета летит в катапульту, но и Фейт здесь уйдет. Немножечко поспешил с глимсом, наверное, Пупей. Фейт отступает, минус вышка, Муги ошибся. Учитывая, что Сикрет знали, что Андерлорда не будет, они ничего не боялись. Они сделали вид, что они опасаются, отступают. Майндгеймс и выигрывают эти Майндгеймс. Тут какой-то странный Майндгеймс. Это все видели, что Андерлорда телепортировали вниз на глимсе с главной ударной силой Ньюби на данном этапе игры. И вот так вот подходить. Ну, в общем, это явная ошибка от Муги, которая стоила ему жизни. Глимсуют Нагу, но Дизраптору теперь самому бы улететь. Отличное замедление атаки от Фаты. Это позволяет отступить Дизраптору. С-Трипл-Си стянулся помочь своему суппорту. Но, по-моему, потихоньку-потихоньку я вижу, как Сикреты начинают эту игру под себя подминать. Не скажу, что инициатива на карте в их пользу. Но вот эти все мелочи, передвижения, тут глимсанули, там забрали. Выглядят поувереннее? Пожалуй, пожалуй. Ну, по крайней мере, их идеи пока работают. У Ньюби тоже все работает, но просто есть какой-то брак. Такой довольно нелепый, непонятный брак. Ну, знаешь, это такой вот к моменту наверху. Вот Андерлорд иногда делает ТП, и враг зачем-то бежит в атаку, хотя этого делать не нужно. И Андерлорд ТП отменяет. Кипи постоянно так байтит своих соперников. И здесь крипы умирают. Вся команда делает вид, что мы сейчас отойдем. И вроде бы это очевидно, но на каком-то вот на автомате Муги делает два шага вперед. И Сикреты его за счет этого забирают. На миде будет попытка, возможно, что-то сделать. У Бупе есть все. О, сон. Хороший сон от КК. Сон, МБА. Но Кинетик Филд и сейчас еще и Глимс может быть. Смотрим. Да, Глимс. Возвращают. Это будет минус С-Трипл С. Он ультует в Гирокоптера. Очень много урона поглощает, но, конечно, не хватает. Он здесь абсолютно один. Забирают. И еще один фраг. И на этот раз минус сон Наги, что на самом-то деле очень-очень важно. Теперь знают, что сна Наги нету. Нету вот такого комбо-брейкера. И можно реализовывать свои комбинации более эффективно. Да, но тут стоит обратить внимание на то, что Ньюби при всем при этом довольно холднокровно действовали. Не было никаких там суматошных ТП-шек, попыток спасти уже героя, который точно умирает и так далее. Все остались на своих линиях, фармили. Ну, то есть, как видишь, преимущество все за ними. И особо графики там не скачет от этих вот шальных фрагов. Потому что очень много фармит Ньюби. Более того, у Ньюби есть заначки. Это на Эншентах много очень стаков. На Эншентах, что близко к Тир-1 вышке, Дайр. Вот здесь вот сколько там? Три, да, стака, по идее, или четыре? Три. Не больше. Вроде три. Ну, еще и три здесь. Ну, то есть, это довольно много. Если сейчас Луна это заберет все и никто не помешает, то это где-то тысяча монеток, которые быстренько упадут в карман Муги. И он, конечно же, сразу сможет себе, ну, вон там, Дрэгон Лэндс, например, купить. Ну, он и так топ-1. И сейчас еще станет еще более увеситым топ-1. Да, Луна-то фармит достаточно быстро. Ну, Луна суперопасный герой. В прошлой карте нам показали. И вообще никогда не стоит забывать, что Луна это один из лучших лейтгеймов. Что Луна Гирокоптера это 2013 год. Да, но Луна почти всегда побеждала, что надо отметить, потому что она более сильная, это понятно. Так, ловит Пупея. Ну, что Пупея, да, закрывает Нагу. А Мидван здесь, Мидван в инвизии, еще и Феникс здесь. Феникс не ставит супер. Ну, как же много урона, Пупея выживает. В итоге минус один, минус второй. И Нагу тоже, возможно, не отпустит. Рановато использует иллюзии, но это не так важно. В любом случае, Нага здесь приговорена. Забайтились на Пупея. Это такой байт на дисраптора мы уже не впервые видим. Подобные вещи. ВП нам показывали, но у них менее успешный был байт. Сейчас еще и могут отрезать фейт, отсыпануть. Да, фейт точно минус. И еще и вайперы возвращают. Фиссура отличная от шейкера. Эхо слэм. В итоге, неужели никого вообще не заберут и потеряют всех? Да, это минус пять. Очень странная игра, но обрати внимание, ладно, люди снизу там ошибаются, не знали про инвиз, не ожидали увидеть там, не знаю, пять человек буквально на себе. Но в миде-то, ну понятно, очевидно, наверное, что если только что убили твоих ребят снизу, и все еще куда-то пропали, более того стоит вар даже какой-то, который что-то там видит, ну очевидно, что в миде тоже на тебя нападут. А там дизраптор, ты никуда не убежишь. Невозможно просто взять и убежать. Мидван, нужен ему ассист. И подходит сюда Феникс. Как больно, как больно кейпи. Его забирают. Но вот сейчас самое опасное, что есть в пике секрет для команды Ньюби, это Тинни. Он получил оверлевел с каждым левелом следующим. У него прокаст будет становиться все больнее, потому что у него эвеланч только первый. И как вообще против Тинни играть, если даже андерлорд не выживает? Ну да, это довольно сложный момент, потому что вот у него есть Shadow Blade, даже не блинг, он даже еще лучше сделал Shadow Blade. Но можно обратить внимание, по крайней мере, пока. Но я думаю, такая тенденция продолжится и дальше. Он не пытается куда-то идти на вражескую территорию, постоянно с этим Shadow Blade там. Он просто спокойно фармит дальше в своем лесу и в своем же лесу кого-нибудь находит, убивает. И что делать? Действительно, в чужой лес пойти, получается, сложно. В своем лесу теперь надо ставить апсисинтрями, а не просто апсы, потому что, ну, Тинни надо контролить. То есть Тинни одним этим Shadow Blade и даже толком ничего с ним не делая, он очень сильно вынуждает не убитратиться и играть очень аккуратно. Потому что в чужой лесу идти страшно, там везде этот Тинни, он и фармит, и убивает тебя. В своем лесу страшно в любом месте, где нет апсисинтрей. Вот как раз таки, фейс только что поставил апсисинтрей. Пришлось вот 100 денежек тратить. Да, для суппорта это достаточно критично. Ну, неприятно, неприятно, прямо скажу. Да, прямо очень похожая игра на предыдущую карту, на третью карту между TNC и Vichy Gaming Jeremy Thunder, только немножечко с иным вектором развития. Там тоже был Shadow Blade, но там он совершенно не окупился, а здесь он очень хорошо заходит. Там тоже был сильный оффлейнер, но там он смог буквально там в соло затащить начало игры. Здесь же его уничтожили и вернулись в игру. И вот секреты показывают, в общем-то, вот она в чем разница. И еще появится блин, безусловно, у Тинни, я думаю. Хотя пока что он делает Silver Age. О, Тинни палит сейчас на все Синтрой как раз-таки. И не идет в лес. И идет, бам. А ему и не надо тот лес. Вот он, вот такой вот. Могу заметить я момент. Пупе немножко, чуть высоковато поставил Синтрой, конечно. Да, не достаёт радиус. Ну, Тинни теперь сможет здесь ходить безнаказанно. Я не знаю, как они прочувствовали, но, скорее всего, просто по дефолту поставили. Там еще эта Синтряистаки банит, ее нужно будет как-то сбить. То есть это в любом случае минус 100. Ну-ка. Непонятно. Да, банит, банит, банит. Понарисуют? Конечно же банит. Ну, естественно, если ты ставишь Такси Интрой, то ты забанишь спавн, чтобы вынудить противника, ну, либо потерять немножко денег за непоявившихся крипов, либо чтобы потратить 100 золота. Еще 100 золота. Ну, а, скорее всего, и то, и другое. Тинни идет на топ. Ну, а как бы, Мидван не старается каждый свой инвиз реализовывать. Он просто выходит, делает пару ударов. Нет, так ты посмотри, он гений. Он вообще никуда не идет и ничем не рискует пока что. Он просто спокойно фармит в своем лесу. А вот уж туда, если кто-то зайдет, то иди-ка сюда. Братан, тут я тебя и убью. И все. Но зато, как он пугает Ньюби. Они его не видят пока, вот где-то он там в своем лесу находится и фармит. Они все боятся. Они боятся куда-либо выходить. Они все кучкуются, они жмутся. И посмотри, ничего толком не происходило. Ладно, вышка упала. Но Ньюби ввели тысячу недавно. Уже три тысячи за секрет. Они просто на пассивном фарме начинают обходить за счет вот этой игры от Тинни. Он не идет фидить. Он просто фармит. Что-то будет. Next level. У него Silver Edge супер ранний, но здесь удар по Луне минус атакующая аура. Удар по Вайперу минус защитная пассивка. Удар по Андерлорду минус самая жесткая защитная пассивка из тех, что есть. Поэтому Silver Edge, конечно, здесь будет работать классно. А вот теперь они выходят. Только они выходят все вместе. Мидван бежит, бежит за Вайпера. Делает удар. Минус пассивка. И как же больно Вайперу. Не попадает слипом по Дизраптору. Вайпер живет. Вайпер живет. Тинни поймали. Герыч поймали. Тинни успевает оснуть. Вайпер и Шейкер. Какой врыв отлично. На Шейкера тут же стирают. Не хватает дэмджа. Тут же минус Тинни. Вайпер разменивают на трех героев. На четырех героев Фата тоже погибает. Супернову решил не ставить. Слишком много героев. И в этот раз выход не удался. Ну, КК поставил отличный сон. КК поставил отличный сон. Луна поставила отличный ультимейт, знаешь ли. И просто много очень урона. И все замечательно. Но обратил ли ты внимание, что Феникса-то не было вообще? Он только в конце пришел. Он даже не был не в смоке. Он реально прилетел, когда драка закончилась. То есть был бы Феникс с самого начала и сразу после сна он, например, раскидал бы свои птички и поставил бы ультимейт. Кто его знает, как бы оно все обернулось. Но извините. К тому же он мог вообще дожечь вайпера, например, Сан Реймс огромного радиуса, даже не попав в сон. Вот как Дезераптор не попал в сон, грубо говоря. Так и Феникс мог также оказаться на большом радиусе и просто выжечь ну, соответственно, вайпера. Дожечь вайпера, а потом поставить еще Супернову под ультимейт Шейкера. И кто его знает. Но я не знаю, в общем, почему они просто идут вот так вот в смоке, но вчетвером, а пятый вообще не имеет возможности успеть. И еще один немаловажный момент, об этом не было времени сказать, но нам показывали наши апсерверы, уважаемые курьер-камеры. Так, тут минус Витчдоктор. Мидван опять реализует. Да, вот мы сейчас видим на кейпе, у него прямо в драке появился пайп, поэтому Шейкер не нанес там вообще никакого урона. Да, это крепко. Это какой-то божественный тайминг получился, идеальный. Ну, в итоге там Шейкер даже со вторым ультом не пробил бы, а ульт еще и первый, и тут же смоук разбивают, и опять идут. И могут Сигретом зайти в очень неприятную... Ну, теперь они не все здесь, если уж на то пошло. Просветка цепляет Мидвана. И нужно бежать, нужно бежать, нужно бежать, спасаться. Фиссуры нету, Шейкера ставится Сайлент слишком поздно. Летит сюда один из героев. Это, по-моему, как раз-таки Герокоптер. Феникс пробивает. Фениксу нужно ставить Супернову, ставит неплохо. Может получиться неплохая драка для Сигретов. Отличная фиссура, отличная ульта Герокоптера. Забирают Аегис, цепляют Вайпер. Отличный стан от Феникса. И Кипи пытается спастись, но, кажется, его должны дожечь. Нет! Кипит меняет свой ультимейт, потому что разваливают, разваливают Ньюби. Все-таки в последний момент успевает прокастовать Луна свой ультимейт и равный размен. Но это какая-то жесть. Луна так и не прокастовала свой ультимейт. Не прокастовала свой ультимейт. Не прокастовала, да. Там и так хватило урон, да. Опять эта история с Андерлордом, она правда смешная очень. То есть, он начинает кастовать свой телепорт. Все ломятся. И все ломятся. Уже теряя позицию через все. Бить его. На итоге выясняется, что он не отменяет его. А уже все не в позиции. Очень забавно. Но вообще Ньюби, кажется, сейчас рисковали довольно серьезно. И как-то на соплях, так скажем, они все не умерли. Я думаю, на Аегисе они не умерли. Фата пытаются продолжить. Аегис был в плане. Но вообще там тяжело такие моменты просчитать. Реально было очень близко к тому, чтобы они сейчас все развалились. Но теперь все изменилось. У Луны появляется БКБ. У Луны есть ультимейт. И вот следующая драка подобного сценария закончится для Секрет, скорее всего, очень печально. Потому что Луна за БКБ убьет сейчас всех в соло. А вот и следующая драка. А вот и она. Сеточка пошла. Гирокоптер. Как же больно будет Гирокоптеру. Бам-бам-бам делает Луна. Гирокоптера ловят. И он погибает. Минус гироч. И это самые минимальные потери. Но Муги, по-моему, даже Блэк Кинг Барни нажали. Он просто хладнокровно. Вообще, как-то очень хладнокровно Муги играет. Он не поражал ультимейт в прошлой драке. Он просто там бимами и с руки разобрался. В прошлой драке, может быть, у него был кулдаун небольшой. Ну, я не обратил внимания. Возможно, под конец только открутился. Потому что в прошлой драке были моменты, где, очевидно, можно было жмакнуть на ульту. Но... Но жмакнул сейчас. И очень неплохо. Гирокоптер разорвало. Вот это преимущество Луны над Гирочем, насколько так... Удар Сильвера и Андерлорда очень плохо. Андерлорд погибает. Интересные позиции, конечно, Кейпи выбирает иногда. Против Тинни, который может зашвырнуть тебя максимально далеко. Против Шейкера, который может отрезать тебя от всей команды. Против Тинни, да. Ну, то есть... Против Дизраптора, который потом тебя глимпсанет в любом случае именно сюда, вот, за вышку куда-то. Но очень сумбурная катка. Опять же, то, чего и ожидали увидеть. Нага хочет сделать себе Аганим. Это очень грамотно в этой игре. Ну, то есть, например, Шейкер влетел с ультимейтом, Феникс поставил яйцо, все горит, у всех мало ХП, ты даешь сон, ломаешь яйцо и все фуллхповые. Вот здесь Аганим это, правда, бомба. Ну, учитывая, что как альтернатива это Аганим на Вичдокторе, который, безусловно, крут, но здесь, как бы, с визухой Луна и так разберется. Да. Может быть, попозже как-нибудь. Не, в ВД здесь можно и без денег поиграть. ВД уже свое в этой игре сделал, по большому счету. Безусловно, круто иметь Аганим, возможно, там что-то нанести дополнительный урон, но это не основополагающие вещи здесь. Очень нужно БКБ собирать Сикрета перед следующей дракой. Да, что у Гирокоптера, кстати, по предметам? Ну, почти. Почти есть. Это разница между Луной и Гирокоптером, это как раз вот тот самый тайминг БКБ. Ему сейчас нужно докупить обязательно, если они собираются драться. А, честно говоря, сплитить их пиком не самая простая задача. Знаешь, в чем разница между Луной и Гирокоптером? У Луны просто намного больше урона. Вот, смотри, у Луны сейчас 130 дамеджа, ну, 230 ровно, а у Гирокоптера меньше. Притом, значительно меньше. Да, у него где-то 190. Ну, опять же, учитывая Глейвы, это все... У Гирокоптера тоже флэк, но с каждой тычкой это... Флэк просто он такой, он как бы имеет свойство кончаться, имеет свойство уходить в колдаун, и его нет. А у Луны всегда есть Глейвы. Смог разбивает под БКБ Эйса, насколько я понимаю. Но, опять же, инициировать очень тяжело, потому что в любой момент Нага даст сон, и там Гирокоптера останется один, он никого один не пробьет. Нужно моментально вырубать. Шейкер пытается зацепить, никого не цепляет. Нет, ничего они здесь не сделают, идут во вражеский лес, хотя бы поставить варды, заодно параллельно пофармить, и отдают вышку снизу. Наверное, отдают. Если пойдут туда, конечно же, не Юбия. Ну, равная игра, меньше тысячи преимущества Сикрет. Мы понимаем, что хоть и по золоту все не так плохо, но драться им сейчас тяжеловато из-за вот этой вот отожранной Луны, 13 тысяч Нетворца, из-за Наги, которая ломает все комбинации. И вот наступает та самая стадия, где можно сказать, что пик решает пользу Ньюби. Пик решал в пользу Ньюби в принципе со старта, как и отмечалось. Тут скорее просто сами Сикрет хорошо играли, ловили там Ньюби на каких-то ошибочках, или просто выдавали какие-то классные решения. За счет этого они, в общем-то, в хорошей позиции до сих пор находятся. Но да, пик тут на стороне Ньюби. Глимсует Нагу. Так, видулечки. можно ломать вышку тогда, если Нагу глимсанули, хотя идет Underlord. Всех не глимсанешь. На мое место придут другие, говорят Кипи. но это немного странно. С другой стороны, Пупи просто уходит. Отсюда не уходит. Есть Иульчик. Очень долго будет. Боится, Кипи боится, он не знает, есть ли еще противники рядом. Но уже вся команда у Кипи здесь. Видят они, по идее, да, видят они снизу там Шейкера. Но Пупей очень долго умирает на самом деле для Дизраптора пятой позиции. И в отличие от некоторых других команд, которые сегодня играли, своего капитана умеют продать хорошо секреты. И вот Шейкер подфармливает, кстати, делает Shadow Blade и интересно. Ну а что, это хороший выбор. Позиционочку занять. Ну да. Линзу сделал, теперь Shadow Blade. Были Аркан-ботинки, насколько я понимаю. В этой игре можно было задуматься о том, чтобы на всех героях, даже на Шейкере, приобретать БКБ, чтобы просто иметь возможность в основном нагидраться. Но это да, это если будет делаться, то попозже Шейкер. Нет, если игра будет сходить в Лейд, то он обязательно его тоже купит, потому что надо просто продлевать Дизейбл. Ну просто всем по команде нажать по кнопке БКБ и драться прямо во сне Наги. Ну кроме Дизраптора, возможно, он все-таки не нафармит. Ну а Феникс там может и без этого. Сбивается БКБ. Шейкер здесь пытается сделать ТП, но... А, вот так вот. Сон на него потратили. Шейкер. Так, опять же, Суппорт и Сикрет умирают, но как много они выигрывают. Минус сон. Некоторое время потратили, стянулись сюда. В этот момент его команда начинает отпушивать другие линии. Ну это, в общем-то, то, что Сикрет делать очень хорошо умеют и очень часто к этому прибегают. Ис вот уже потихонечку-потихонечку достает Луну. Ну, скорее, он достает ее в процентах, наверное, в соотношениях, потому что не меняется между ними вот этот разрыв в 3000. Тем не менее, то, что он не растет в пользу Луны, это тоже неплохо. Ну вот, бабочка готова. Да, у Эйса еще эта бабочка довольно долго, поэтому это сейчас... 3000 вот эти вот. Это довольно важный момент, потому что Рошан появится скоро и, ну, как бы, Муги уже готов на этом Рошане, просто один в пять практически месится, пока БКБ не кончится. А вот Эйс не готов, прямо скажем. Правда, то, что я обзор развел на сон, сейчас играет немножко на руку Сикретом, без Снавски Ньюби может и не пойдут на того Рошана. Сикрет и Смок собираются под Вардом, возможно, разбить. Или они просто... Нет, они просто выдвигаются, это все видят, в Смок не идут. Да, Сикрет не торопится, они все прекрасно понимают, что им здесь единственная дорога в Супер Лейт и какие-то вот можно разве что делать точечные вылазки, но 5 на 5 драться слишком тяжело против Наги. Да, сна пока что нет, но опять же и Луна опережает на 3000. Здесь целая куча факторов. Ну да, к тому же сна пока нет, не факт, что ты вообще подлобишь противника, то есть куда-то ломиться, пытаться, это такое. Но сон скоро будет, на самом деле. Ага, Кира цепляют, нельзя тратить БКБ, не тратят БКБ. Пытаются развести на БКБ как раз таки. А снизу фармят Тини. Ну, Сигареты играют свою вот эту вот грязную, вязкую доту, которую они любят. Ну, грязная, вязкая, Ньюби просто дадут забирать Рошана. Сон там уже буквально секунды остались, считанные по идее, да? Я хочу отметить, что на, как раз, по-моему, Гентинге было очень похожее противостояние. И там Сигареты играли в вязкую грязную доту вот примерно до этого тайминга, и там их просто сломали. Но здесь, здесь Сигареты выходят в пятером, пытаются выйти на Рошана, все, Рошан упал, понимают, что слишком поздно, нужно идти и сплитить. Ньюби сейчас сделают все, чтобы выйти в лобовую атаку, чтобы ничего не закрепскипили. И я это уже видел много раз, причем именно в противостоянии этих двух команд. Вот они как раз с Гентинга, что те, что другие, изменились, ну, минимально. Поэтому ты всегда знаешь, чего ждать от этого противостояния. Очень неприятно для Сигарета увидеть сейчас Аегис и Сыр. Вот Аегис и Сыр иногда бывает не сильно решают. Ну, типа, что есть, что нет там. А вот, когда Аегис на Луне, еще и вот как раз на Луне, который не шестислотовый, то есть этот Аегис это как бы слот. Выкидывают, кого-то выкинули, выкинули, но выкинули по-моему какую-то вообще там иллюзию. В итоге минус Тинни и это минута без Тинни. Я не обратил внимания, кого он там бросанул, но это совершенно было не то, что нужно. Фортификейшн потрачен. Сейчас пытаются забрать Катапульт. Катапульт под Пайтом. Пупей поднимают его в Юл, но цеплять нечем. Катапульты потихонечку разваливаются, остается одна ката, но Луна может спокойно танковать вышку, у нее бабочка. Еще ракета. Стан неплохо прожигают Луну. Ну, Феникс с Шейкером могут вдвоем вот так вот развлекать. Как же больно. И теперь забирать крипов. Нельзя, чтобы Тир-3 упала, потому что Луна тогда ворвется в барак и остановить ее будет слишком тяжело. Да и Тинни до сих пор нет, но Тир-3 падает и все. И теперь... Ну да, теперь невозможно стоять. Сейчас эти Глейвы просто поубивают всю команду. Приходят... Все, уходят. Отдают мид. Ну, а, да, что ты сделаешь вон там, Геркофтор бедный. Хоть говоря, БКБ так и не прожимал. Ну, а что? О-о-о-о! Сбил! Сбил нейротоксином минус Аегис сейчас, но Шейкера казнят. У него нету Эхо Слэма в любом случае. Байбека тоже нет. Тинни выходит. Это в любом случае минус мид. И хорошо, если на одной стороне все ограничится для Сикрет. Глимсует Луну, но это... БКБ уже открутилось у Луны, то есть на самом деле Луна готова драться, у Луны все еще есть ультимейт, и у Наги есть ультимейт. Сикретом тут ничего не светит, я бы на их месте... Не знаю. А что делать-то на их месте? Не знаю. Вот я сейчас так... Не драться? Я не договорил, именно потому и замолчал, что непонятно, что делать-то на их месте. Ну, как бы тут попахивает заветными буквами. Вот просто сейчас после игры зайти на YouTube наше посмотреть игры Гентинга. Просто один в один. Только там с Дузой было. Там с Дузой заходили и уничтожали. Здесь с Луной. Просто забирают Аегис, идут и ломают. А Сикреты к этому моменту вот чуть-чуть свои арты не доформили. Но пока что потеряли только одну сторону. Еще напомню, что там Сикреты очень часто играли через Медведя, который мог даже из подобной ситуации там закрысить с Аганимом где-то сгрызть вышки и сгрызть здание. Здесь такого героя нет. Здесь очень тяжело будет сплитить. Против Наги то еще попробую посплитить. Разбивают Смок. Но это можно попробовать прочитать. Дабл Демедж лежит. Его, кстати, не видят, но Сикреты не будут брать. Взяли. В расчете на то, что так, что увидят Луну. А у Тинни нет Блинг Даггера. Блинга-то нет, да. Поэтому такое. Ну вот прочитал Нью Муги, что вот что-то что-то страшное здесь может быть. Лучше отойти к команде. Подозрительно как-то Сикретов нигде нет. Там Дисраптор пушит один, но он может абсолютно спокойно делать один. А вот сейчас заходит. Заходит и видит его, нажимает БКБ. Сразу же пошли стяжки и здесь нужно бежать. То есть нужно просто бежать, просто отступать. Ебзор. Встречают его. С ДД, Эйс, Эйс, нажимает Блэкинг Бар, начинают бить Тинни. Мидван пытается сделать телепорт и поднимают его в Юльчик. Пытаются отдать как можно меньше здесь Сикрета. Они не пытаются драться, они отдают Мидвана. Шекер тоже уходит с ТП и вся остальная команда. Ну, отдали одного. Хотя, конечно, хотели забрать какого-нибудь Кора. Съедает сыр. Муги. Потратили опять кучу заклинаний, никого не забрали. Ну, все очень плохо. Мугик там уже думал о Скаде, приобрел Сатаник, понимая, что Скаде это, конечно, круто очень, но с Сатаником это просто бессмертие будет. Сыр, наверное, съел Вайпер в такой ситуации. Его как раз там пробивал Тинник. В итоге заходят на хайграунд. Не дают времени, не дают Сикрет там какого-то шанса выйти в артефакты. Ньюби в этом плане очень жесткая команда, бескомпромиссная. Аганим летит, я так понимаю, и Кримсон, аганим для Наги, и Кримсон для Андерлорда. И как тут драться, когда Гирич такой с таким уроном против Кримсона, ну, это просто сейчас будет попрано. Кримсона гоним, но даже посмотреть хочется на это, хочу начало драки как-нибудь увидеть, рассказ про касты, потом все фулл хп. Будет весело. Цепляют Андерлорда, Андерлорд кастует, Андерлорд поднимает себя в Юл, Нагасон. Да, вот. Но на самом деле есть еще чем драться, и Андерлорд делает ТП, по-моему, они опять разводят. Ну да, конечно, это опять развод, хотя его сейчас смогли гримсонуть, и каким-то... Что вообще произошло? Смотри. Кого глимсовали? Как так вышло, что героя, которого глимсовали, его здесь не очутилось? Так это Андерлорда глимсовали, но он как бы в неправильный тайминг. Чуть-чуть раньше он вернулся назад. Если бы он вернулся чуть раньше назад, тогда бы вся команда осталась. Ну, это ТТ-2, забей там. Ну, короче, там же этих штук очень много. Если в одинаковое время, ну, одинаковый как бы тайминг глимса и там какого-нибудь скила телепорта, то вот ты как бы телепортируешься. Почему глимси побеждают в этот одинаковый тайминг? Это было бы более честно. Может победить по идее. Ведь задумка была шикарная глимсонуть Андерлорда, оставить либо его здесь одного, если он успеет телепортироваться, либо всю команду без Андерлорда. Хотя в таком случае все равно вряд ли бы напали. Но, тем не менее. Ну, забавная ситуация, что там даже анимация глимса немножко была видна, вот куда как бы возвращается он. Но почему-то... Ну, такое. В общем, неправильный тайминг. Если бы он чуть-чуть, получается, попозже нажал, он бы вернул его, естественно, с базы. Правда, одного Андерлорда, но... Но цель была именно такая, потому что, опять же, если бы без Андерлорда не полезли бы. Ну, вот не полезли бы на этих героев. Там все слишком плотно. Этот тайминг невозможно просчитать. Практически. Ну, то есть, вообще невозможно. Так, повтор. Смотрим. Может, не его? Просто. Да его, его. А, или не его? Не его? Ну, может быть, Муги, и тогда он нажал БКБ в таком случае. Да, возможно, возможно. Но, к сожалению, мы не можем это посмотреть. Слишком графонистый графон, и ничего не понять. Я тут, помню, вы смотрели игру какую-то, или это были не вы, где Лансер также телепортировали. Это был Форс и Лекс. Да, я потом пересматривал. Там на первой скорости просто непонятно, что происходит. Я пересмотрел на 0,25, и там стало понятно. Ну, тоже там, кстати говоря, довольно забавная ситуация. Тут, возможно, он действительно нажал БКБ, но этого мы не узнаем никогда теперь, пока не пересмотрим реплейчик. Ладно, здесь попытка напасть на Евзор, но она как будто увенчалась успехом, а там еще и гирокоптер погиб. Да, внезапно. Убивали Шейкера, и еще и подстрелили где-то гирокоптер на отступление. Гирокоптер как-то просто умер. Ну, в общем-то, тут что интересно, то, что опять Рапиру хочет купить Луна, но, по-моему, в этот раз это... Я думаю, это нулифайр. Не нужно. Я думаю, это нулифайр. Да ты чего? Рапиру! В этот раз я поиграю в Форс. Да нет, ну какая, какая Рапира? Рапира хороший предмет, сказали же. Сказал же РТК. Как мы можем не доверять ему? Знает, что говорит. Сейчас нет необходимости покупать Рапири. Да на самом деле всегда есть необходимость купить Рапиру, потому что действительно дает слишком много урона этот артефакт прекрасный. В Тине залетают, но Тине так просто не взять. Он толстоват. Тут просто у Луны нет ни единого шанса как бы умереть с этой Рапирой. Ну, я бы брал. Ну, игра раньше кончится, то есть тут не нужно ни Рапира, ничего. Он может заканчивать игру с 10 тысячами в кармане, потому что пик. Обрати внимание, 9 тысяч всего ведут. Андерлорд, закрывают его Сайллсом. Будет ли Сон Наги Сирены? Да, Сон Наги Сирены есть. Что дальше? Дальше ничего. Дальше бы как-то ворваться. Муги нажимает БКБ, пошел Расказ, забирают Купея. После Расказа пытаются забрать Тине, он выкидывает Андерлорда. Тине минус, байбэка у него нет. Врыва от Шейкера не последовало. Феникс врывается, кастует Супернову. Разбить ее, кстати, не так-то просто. Андерлорд пытается унести своих тиммейтов или отменит, или не отменит. Шейкер ультует, опять в землю. Ебзор, ну, что-то не ладится у него сегодня. Уже вторая ульта в землю. Постоянно кто-то чем-то сбивает, нейротоксинами. В итоге шикарный урон мы видим. Ну, а толку? Вот одни влели 9 тысяч урона, другие 7. У одних погибло 2 героя, а у других 0. Ну, нага. Статистика по урону почти всегда бесполезна. Потому что, ну, что урона? Там урона, там стики, там просто регенерация и так далее. Наноси, не наноси. Важно убить героя, в принципе, в драке. Там иногда бывает 100 урон нанес, но они как бы важнее, чем 5000. Так что, я вообще никогда не смотрю на эту статистику по урону. Она бывает интересна, иногда, ну, просто... Так, что у Буги? Урожился. Да, ну, вообще, я бы на его месте тоже бы не покупал, но реально в этом нет смысла. Можно купить Дейдалус, например. А он бы никогда не покупал, если бы Сейлор не купил. А теперь Сейлор купил, это как новые кроссовки, не знаю. Ну да. Вообще, Дейдалус можно было бы купить, спокойно, ничем не рискуя. Но, я говорю, игра может закончиться, вот даже если он ничего не будет покупать, ничего с этим не смогут сделать Сикрет. И вот как раз-таки в такие моменты становится особенно очевидно то, насколько пик Ньюби лучше. То есть, ведут Ньюби до сих пор не очень много. Ну ладно, 14 уже много. Но до этого был, ну, 9, ну, 8 тысяч. И ты просто понимаешь, что Сикрет ничего не могут сделать. 9 тысяч разницы, казалось бы, а 0, вообще 0 возможностей что-либо предпринять. Так, ладно, хорошо. Мы видели, как Китай уничтожает стропили. Но здесь еще Аегис будет. Да, с Аегисом, пожалуй, тут и без Аегиса ты ее не убить. С Аегисом это, пожалуй, конечное. Сикреты собираются, но им бы уже валить, на самом деле. Ну да. Кстати, обратите внимание, это уже вот второй раз. Мы видим абсолютно одинаковую игру в этом плане. Так, а здесь Нага. Это должна погибнуть, не успеть ничего нажать. Но, правда, скорее всего, и Сикреты сейчас все погибнут. Да, некем цеплять. Да, что-то тут Ньюби. Ну, некем цеплять. Нага умерла, а вот они просто сами идут. Они сами бегут. Нет, бегите, глупцы. Супернова пошла. Шейкер ставит фиссуру, но это минус Супернова. В игре Луна с трапирой всех развалило. Причем, по-моему, Сикреты немного не ожидали увидеть данный артефакт, потому что, опять же, логики в покупке не так много. Абсолютно зеркальная история, как в прошлой игре. Покупка трапиры ровно перед Аегисом. Такое ощущение, что это наработанная какая-то уже в Китае стратегия, знаешь, что... Ну что, сыграем через Луну с трапирой вот эту стратегию? Да, да, да. Да, давай. Ну, вообще, конечно, да, такой стратегии не существует. Ле, подожди, подожди. Я уже вижу в двух играх одно и то же. Ты уже видишь, что происходит. Возможно, и существует. Возможно, да, я уже вижу, как...